В минувшем году в России больше всего подорожали яйца и помидоры. Это данная Росстата. Первый продукт вырос в цене на более чем 60%, второй на более чем 50%. Кроме того, в стране бензоколонки на 46% подорожал газ для авто, а также поездка между союзными государствами. Путешествовать из России в Беларусь стало на 34% дороже. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Дроны уничтожены, потерь нет, но в Брянске пылает нефтебаза. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территории Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Сватовская мясорубка, родственники сотен мобилизованных, которых бросили прикрывать прорыв в ВСУ, пишут жалобы Путину, но никто их не слышит. В жалобах Путину россияне просили привлечь командиров, которые бросали их близких на убой и в подвалы, к ответственности. В Уфе на новом протесте стычки с силовиками, а в новосибирске власти запретили митинг к замерзающим горожанам. То есть пострадало много людей, соответственно, много людей может выйти на мероприятие и попортить предвыборную картинку. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед, давайте. Несколько беспилотников сбили в Брянской области. Бодро отрапортовали в Министерстве обороны РФ. Впрочем, как обычно, правда, выглядела несколько иначе. И дрон таки достиг своей цели. В городе Клинцы загорелась нефтебаза. Площадь пожара более чем тысячу квадратных метров. Горели несколько резервуаров с бензином. Пришлось даже подгонять пожарный поезд. Губернатору области ничего не оставалось, как придумать новый неологизм в стиле Канашенкова. Произошел сброс боеприпаса при уничтожении дрона. Поэтому и горит. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭП Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территории Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянско-пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн. Цель в Петербурге атаковал дрон украинского производства. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что беспилотник, который атаковал нефтебазу на берегу Финского залива, был украинского производства. Один или несколько беспилотников, напомню, в ночь на 18 января атаковали нефтяной терминал на берегу Финского залива в административных границах Санкт-Петербурга. Российские военные утверждали, что атака была отбита. Мы способны произвести что-то, что будет стоить от 350 долларов за штуку и то, что улетит этой ночью в Санкт-Петербург. Это изготовлено в Украине. Да, минувшей ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров. Сотни мобилизованных, которых бросили без подготовки в мясорубку под Сватово. Ими командиры армии РФ останавливали прорыв ВСУ в Луганской области осенью 2022 года. В распоряжении издания «Важная история» оказался архив с тысячами жалоб от родственников администрации Путина. Всего расследователи подтвердили личности около трех сотен мобилизованных, брошенных под Сватово. Большинство из них из Москвы, Московской, Воронежской, Калужской, Светловской и Челябинской областей. Большинство людей жаловали, что их близкие оказались на передовой без подготовки и должного снаряжения. На письма никто так и не отреагировал. В жалобах Путину россияне просили привлечь командиров, которые бросали их близких на убой и в подвалы, к ответственности. Но Путин решил иначе. Никого не наказал и даже наградил звездой Героя России полковника Александра Завадского, на которого мобилизованные жаловались особенно часто. Кто в ответе за то, что не берегли мобилизованных? Александр Завадский, у которого в полку, как оказалось, они официально не числятся, и поэтому потерь у него нет. Кто нам вернет погибших? В части говорили о том, что с нашей стороны он уволен, он гражданский. Вот, может быть, у подружки какой-нибудь. Скажем так, поиздевались. Молодцы. Это ваши проблемы, это ваша беда, нас не трогайте. И разбирайтесь с этим сами. Вот за это обидно. Никто никого не ценит. Нужна война, нужна убой детей, нужно уничтожение. Наконец-то лед тронулся. Байден и демократы уступят республиканцам в вопросе об иммиграции ради пакета помощи Украине и Израилю, пишет Wall Street Journal. В Сенате готовят законопроект, который ограничит для иммигрантов возможность просить убежище. О том, что республиканцы и демократы договариваются о неких компромиссах по поводу иммиграции и пакета помощи союзникам, американские политики и пресса говорят последние недели. В среду Байден провел переговоры с лидерами республиканской и демократической фракции в обеих палатах Конгресса. Белый дом заявил, что Байден обнадежен результатами, которых удалось достичь. Иммиграционная сделка, разрабатываемая в Сенате, ограничит возможность мигрантов просить убежище на южной границе. Уступка Белого дома, по мнению некоторых, показывает, что сдвиг президента Байдена в сторону иммиграции в качестве кандидата 2020 года был всплеском в его долгой политической карьере. Сделка, которая будет заключена в обмен на новую военную помощь Украине и Израилю, уже сталкивается с серьезными препятствиями на Капитолийском холме, поскольку республиканцы в палате представителей выдвигают более жесткие требования. Путин прошел точку невозврата, а войну закончат другие люди у власти в РФ. Министр иностранных дел Польши Радок Сикорский поделился прогнозами по поводу окончания боевых действий в Украине. Он считает, что война может продлиться еще несколько лет, пока Россия не осознает свою ошибку. Сикорский и в прошлом известный политаналитик подчеркивают, что колониальные войны обычно длятся около 10 лет, и за это время бывшая митрополия должна понять, что развязывание войны было ошибкой. Путин прошел точку невозврата, он теперь обвиненный военный преступник, и я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь закончит другая команда, нежели та, которая ее начала. Обычно такие решения принимает другая команда, потому что команда, которая начинала войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это нужно 10 лет, и это должно быть нашим базовым сценарием. Россия покастит странам НАТО накануне учений. В Польше и странах Балтии продолжаются сбои GPS, и скорее всего их создают российские средства радиоэлектронной борьбы в Калининградской области. Об этом пишет Институт изучения войны. Например, 16 января беспрецедентно высокий уровень помех в системе GPS наблюдали в Северной и Центральной Польше. До того похожие уровни помех наблюдали на польском побережье Балтийского моря, а также в Северо-Западной и Центральной Польше 25 и 27 декабря и также 10 января. Напомню, что крупнейшие за 40 лет учения НАТО начнутся через неделю в Германии, Польше и странах Балтии. Военные будут отрабатывать сценарии обороны при российском вторжении. Польские СМИ предположили, что отключения могли быть вызваны либо военными учениями НАТО в Балтийском регионе, либо с недавними российскими испытаниями РЭП в Калининградской области. Шведская служба военной разведки и безопасности возбудила дело в связи с учениями РЭП российского Балтийского флота. Шведский подполковник Юаким Пааси Киви заявил, что помехи GPS являются результатом деятельности России в так называемой гибридной войне. И отметил, что Россия и ранее вмешивалась в сигнал GPS в Северной Европе, чтобы защитить свою деятельность в Мурманской области или сорвать учения НАТО. Машкортостан снова бунтует. В Уфе проходил митинг в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. Там произошли стычки с ОМОНом. На площади у памятника Салавату Юлаеву собралось около 2000 человек. На место проведения акции прибыли и силовики. Полиция задержала четверых участников. Впрочем, участников протеста это не остановило. Они не давали выехать автозаку с задержанными. Некоторые ложились на дорогу. Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров обвинил в беспорядках после приговора Алсынову предателей, которые призывают отделиться от России. Активист выступал против разработки горы Куштау, которая является местной святыней. Говорили просто не трогайте нас. Мы кочевники исторически, наша земля. Кочевниками-то, понятно, перестали, но как бы поменьше к нам лезьте со своими норовоучениями, своими принципами. В этом я вижу объяснение вот этого феномена того, что этот протест возник в принципе. В условиях выжженного поля, когда в стране никто против чего, не против чего уже протестовать не может, люди вышли в защиту своего героя в некотором роде. Для многих это герой, они его сравнивают даже с Салаватом Юлаевым. Люди вышли, при этом не предъявляя каких-то глобальных политических лозунгов. Более того, например, федеральная власть Путин лично большую часть собравшихся в первый день, мягко говоря, устраивал. Они к нему записали видеообращение. Единственный политический лозунг был отпустите Фаиля Алсынова. Вы его по ошибке загребли. В Новосибирске третий за сутки прорыв труб теплоснабжения. Власти наконец-то ввели режим чрезвычайной ситуации. Без отопления и горячей воды остаются более 200 домов, по официальным данным. Впрочем, власти манипулируют цифрами и занижают их. В некоторых домах отопление есть, но фактически трубы еле теплые. Прорыв произошел при заполнении системы теплоснабжения после предыдущей аварии. Опять прорвало. Это там как раз теплоузел. В среду на той же улице прорвало трубу с горячей водой. Ожоги получили 14 человек. При этом власти Новосибирска запретили митинг против отключения тепла в городе, который горожане хотели провести завтра. Впрочем, организаторы подали повторную заявку на 27 января. С начала года, как минимум в 43 регионах России, произошли крупные коммунальные аварии. То есть сотни тысяч людей были оставлены без тепла. Рассказывали, ну надо же понимать, выборы президента на носу и не может быть крупных аварий перед выборами президента. Рассказывали вначале про 68 домов, потом про 200 домов. И только через неделю практически, когда еще 200 домов были не подключены, власти признали, что там их было несколько тысяч. Это, конечно, все раздражает. И понятно, что люди хотят выйти на митинг. Но, опять же, учитывая, что пострадавших сотни тысяч, я думаю, областные власти опасаются массовости. В Новосибирске проходят митинги, их согласовывают. Достаточно уникальный в этом плане город. Что если вы захотите митинг на 50-100 человек и тема какая-то не касающаяся федеральных властей, то его охотно согласуют и можно провести. Но здесь, я думаю, власти опасаются массовости. Ну то есть пострадало много людей, соответственно, много людей может выйти на мероприятие и попортить предвыборную картинку. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине. Живей Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова